Как сообщила мама семилетней Маши Анастасия Чалбышева, девочка является ребенком с ограниченными возможностями здоровья. И поездка в Москву станет для нее настоящим чудом. Она призналась, что письмо Деду Морозу с заветным желанием побывать на Кремлевской елке писала сама от имени дочери. Маша не может разговаривать, но очень хорошо изъясняется жестами. Я стою во многих группах благотворительных организациях в интернете в ноябре. Я увидела, что благотворительный всероссийский проект «Мечтай со мной» открыл прием заявок. Прием заявок принимали от родителей детей инвалидов, от малоимущих семей и для старшего поколения от 60 лет. Маша вообще романтичный человек. И предпочтение материальным подаркам она отдает эмоциям. На тот момент я у нее спросила, Машенька, о чем ты мечтаешь, что ты хочешь? Тогда все готовились к Новому году, и Маша с нетерпением ждала, когда же мы достанем елку и будем наряжать. Она очень ждет Деда Мороза, она верит в него. Она искренне верит, что Дед Мороз приносит волшебство, приносит подарки. О том, что Чалбышевы поедут в Москву, они узнали по телефону от самого главы региона, который пояснил, что по сложившейся традиции в конце этого года перед заседанием Госсовета в Москве выбрал на Кремлевской елке желание несколько шаров с детскими мечтами. Один из них принадлежал маленькой Маше. Мы не знали, что Машина письмо будет именно на Кремлевской елке. В инстаграме я подписана на Дмитрия Игоревича Азарова. Вечером, когда вышла новость, что он сорвал письмо именно Машина, мы, конечно, очень обрадовались. Это событие и чудо для нашей семьи. В субботу Галина Анатольевна Фаролова из Центра семьи и детства приносила сертификат, вручала торжественно Маше. А вечером позвонили девушки, спросили, смогу ли я поговорить с Дмитрием Игоревичем. Он спросил, каким бы мы составом хотели поехать. Он спросил, здоровью какое у Машеньки. Он пожелал нам счастливого Нового года. Спросил, на какую дату мы именно хотели бы поехать. Я ответила, что нам это не принципиально, главная мечта. Сам же губернатор Самарской области сообщил подписчикам своего блога, что в Кремле лично собрал с елки все открытки детей из региона и пообещал исполнить каждое желание. Я благодарю всех жителей Самарской области, кто принял участие в елке желания. Я очень рад тому, что количество людей, которые хотят творить добро, растет с каждым годом. Мы обязательно продолжим эту добрую традицию. Продолжим ее и здесь, в Москве, на Кремлевской елке. Юлия Трухтанова, Дмитрий Сурков, телекомпания «Радуга-3».